Уважаемый президент, уважаемые коллеги, мы достаточно уже длительное время занимаемся физиологией, фенотипом и метаболизмом различных клеток иммунной системы, в том числе дендритных клеток. Дендритные клетки – это действительно ключевые, ну и варсенальные антигенпрезентирующие клетки, с которыми запускают адаптивный иммунитет. Функция их реализуется через весьма широкий спектр рецепторов, в частности, в которые входят и антигенпрезентирующие молекулы, и костимулирующие молекулы. Безусловно, клетки работают при всех, собственно говоря, видах развития адаптивного иммунитета, включая и противоопухолевый иммунитет. В связи с этим, соответственно, достаточно давно уже была реализована технология получения дендритно-клеточных вакцин, которая, соответственно, позволяла получить активированные именно опухолевым антигенам клетки, которые также стимулировали, соответственно, адаптивный противоопухолевый иммунитет. Однако, показатель того, что на сегодняшний день достаточно много различных протоколов получения дендритно-клеточных вакцин, которые различаются и от момента того, каким образом дендритные клетки обучаются опухолевому антигену, то есть как они воспринимают, как вводятся в культуру дендритных клеток, соответственно, эти молекулы, как вводятся затем дендритные клетки уже пациентам. Это показатель в том числе того, что в ряде случаев дендритно-клеточная вакцина все-таки оказывается недостаточно эффективной. По этому поводу, соответственно, есть уже немалое количество литературы, которые, в общем-то, уже в последние годы стали появляться, в том числе и обзоры литературы. Стали обсуждать о том, что существует там различный спектр молекул, гуморальных факторов в частности, которые продуцируются в свое время опухолью, и даже если самой опухоли нет, они еще могут циркулировать в крови, соответственно. Что послеоперационные различные воспалительные процессы также ингибируют функцию дендритных клеток, и таким образом, соответственно, тот эффект, который от них надеялись получить, он, в общем-то, не достигается. Ну и различные, опять-таки, факторы, которые уже реализуются в самой иммунной системе. И здесь необходимо отметить, что действительно, вот уже сейчас последние несколько докладов обсуждалась различная теория иммуноредактирования, которая реализуется на фоне опухолевого роста, и, соответственно, определяется то, что опухоль, она создает, в общем-то, с помощью различных регуляторных факторов, с помощью тех же различных факторов межклеточного контакта. Это тот репертуар клеточного состава в микроокружении и, собственно говоря, тот репертуар клеточного состава в иммунной системе уже отдаленной и на системном уровне, который более-менее ей позволяет выжить в условиях организма и, соответственно, развиваться в условиях организма. То есть это и, собственно говоря, теория иммунного редактирования. В рамках этой теории возникает, соответственно, ну, скажем так, вариант, концепция, которая позволяет отметить, что в иммунной системе создается целая сеть, собственно говоря, регуляторных факторов. Сюда можно включить и какое-то соотношение цитокинов, химокинов. Опять-таки, повышение, например, количества различных клеток, которые ингибируют развитие адаптивного иммунитета, соответственно, которые, ну, создают тот уровень, который, что называется, является толерогенным и тем самым, соответственно, тормозит развитие противоопухолевого иммунитета. И вот, исходя из этой концепции, мы решили, соответственно, также посмотреть, каким образом, соответственно, у больных, ну, в данном случае мы обследовали больных раком почки, будет различаться фенотип гендритных клеток. Такая вот эта реализация, соответственно, вот таких регуляторных воздействий может формироваться, исходя из воздействия на саму клетку, то есть на тот, еще на моноцит, который, в общем-то, в будущем будет либо макрофагом, либо гендритной клеткой. Причем, ну, тут есть различные еще и субпопуляции, в том числе, я имею в виду, тех клеток-потомков. Это будет реализоваться, в свою очередь, из возможности самой клетки, то есть ее метаболизма. Это будет реализоваться из комплекса различных транскрипционных факторов, которые являются сигнальными молекулами. Это будет реализоваться за счет комплекса тех белков-регуляторов, которые, соответственно, стимулируют, либо ингибируют экспрессию различных генов, соответственно, и таким образом влияют на дифференцировку моноцитов. И вот одним из вот той сети факторов, то есть, конечно, учесть все эти факторы крайне сложно, ну, просто-напросто их достаточно много, их не все, собственно говоря, наверное, они на сегодняшний день еще и характеризованы. Мы изучили, скажем так, зависимость фенотипа и миноцитов, и затем гендритных клеток в зависимости от содержания т-регуляторных клеток у больных раком пучки. Действительно, ну, в общем-то, тоже роль т-регуляторных клеток уже в этой аудитории, наверное, нет необходимости пояснять. Это клетки, которые ингибируют развитие иммунного ответа. И в качестве примера вот такого ингибирующего действия уже ранее опубликованные результаты представлены на примере цитотоксических т-лимфоцитов, когда и с помощью, ну, обычных методов статистики, с помощью уже системного метода канонического анализа мы смогли доказать, что, соответственно, есть отрицательные взаимосвязи в системах цитотоксических лимфоцитов и т-регуляторных клеток. И, соответственно, повышение, если мы выделим какую-то подгруппу больных с высоким содержанием т-регуляторных клеток, то содержание цитотоксических т-лимфоцитов и особенно активированных цитотоксических т-лимфоцитов у них, в общем, будет снижено, что является, конечно, отрицательным таким эффектом в развитии адаптивного иммунитета. Фенотип моноцитов. То есть, действительно, мы берем классическая у нас методика получения дендритно-клеточной вакцины, когда из крови пациента забираются моноциты крови, и из них затем с помощью действия цитокинов и введения лизата опухолевых клеток получается, соответственно, дендритно-клеточная вакцина. Ну, соответственно, дендритные клетки. И уже вот видите на уровне таблицы, что действительно у больных различается фенотип дендритных клеток, различается популяционный состав моноцитов, различается экспрессия различных активационных молекул, и, к тому же, мы эти моноциты охарактеризовали по интенсивности реализации респираторного взрыва, который, с одной стороны, безусловно, является функциональным ответом на различные воздействия, то есть, ну, моноциты могут и фагоцитировать, могут реализовать свою функцию в рамках внеклеточного лизиса, соответственно, с помощью активных форм кислорода. Ну, и к тому же, на сегодняшний день, буквально последний год, некоторые формы, активные формы кислорода сейчас определяются уже как регуляторные молекулы, ну, в частности, тот же супероксид-радикал. И суть надэфаршоксидаза заключается не только в том, что она продуцирует его и продуцирует для того, чтобы уничтожить какую-то мишень, но и в том числе для того, чтобы реализовать какие-то регуляторные воздействия самой клетки уже на другие участники иммунных и воспалительного ответа. Ну, и тоже мы обнаружили, что, да, активность респираторного взрыва тоже, соответственно, ниже. Причем с помощью методов уже корреляционного анализа установили, что даже супопуляционно различаются те клетки у больных ракомпочки, которые преимущественно и осуществляют синтез первичных и вторичных активных форм кислорода. С помощью также канонического анализа было установлено, что Т-регуляторные клетки активно вмешиваются в регуляцию и функции, и фенотипа моноцитов. И вот здесь обратите внимание на показатели на вес, то, что у здоровых и у больных веса идут с противоположными знаками, плюс и минус, но плюс не обозначен, соответственно, как отсутствующий, но есть, соответственно, минус. Таким образом показано, что воздействие Т-регуляторных клеток на фенотип моноцитов при раке почки совершенно противоположны, чем, соответственно, у лиц контрольной группы. Как повлиял, соответственно, супопуляционный состав, изменение этого супопуляционного состава, изменение фенотипа моноцитов уже на дендритные клетки? Слева представлена таблица по незрелым дендритным клеткам, справа, соответственно, зрелые дендритные клетки, активированные уже. Особенность у нас заключалась в том, что когда мы начали оценивать фенотипы дендритных клеток, то обнаружили, что выделяются достаточно четко два, скажем, под гейта, собственно говоря, экспрессии CD80 рецептора, выделяются клетки с высоким содержанием и с низким уровнем экспрессии CD80. И поэтому у нас, соответственно, в таблице представлены данные варианты фенотипа. Тоже обнаружено, что в зависимости от того, сколько в крови у обследованных пациентов находится провоспалительных моноцитов, собственно говоря, фенотип иногда самих дендритных клеток меняется, соответственно, в противоположном направлении. Причем в данном случае реализуется то, что в этом случае с недостаточностью провоспалительных моноцитов, соответственно, появляются клетки, преимущественно в культуре дендритных клеток, клетки, которые экспрессируют больший уровень того же CD80 рецептора и более низкий уровень HLADR рецептора, соответственно. Как изменяется фенотип дендритных клеток от того, сколько в крови у пациентов Т-регуляторных клеток? То есть мы здесь разделили всех пациентов на 2 подгруппы с высоким-низким количеством активированных Т-регуляторных клеток, соответственно. И вот на примере еще в данном случае незрелых дендритных клеток обнаружили, что да, основные различия заключаются в экспрессии CD80 и HLADR рецептора. Опять-таки у пациентов с высоким уровнем активированных Т-регуляторных клеток наблюдалось, соответственно, повышение дендритных клеток, интенсивно экспрессирующих CD80 рецептор и с низким уровнем HLADR рецептора. Зрелые дендритные клетки, соответственно, также здесь преимущественно HLADR рецептор уже более-менее выравнивался, но в то же время в основном зависимость от содержания активированных Т-регуляторных клеток заключалась в разнице в экспрессии рецептора CD80. Необходимо отметить, что в литературе имеются данные о том, что воздействие, то есть две коррецепторных молекул, которые мы исследовали, это CD80 и CD86 молекулы. И эти молекулы могут по-разному реализовать передачу, что называется, антигенной информации уже Т-лимфоцитам. И в случае, если клетки все-таки этот механизм передачи информации реализуют через CD80 молекулы, то с большей степенью вероятности может реализоваться толерогенный эффект. Если это, соответственно, передача антигенной информации происходит через костимуляции через молекулы CD86, то здесь будет, соответственно, реализоваться уже активированный адаптивный иммунитет и, в общем-то, с более выраженной противоопухлевой активностью. Ну и HLDR-рецептор, то есть молекула антиген-презентации, которая, в общем-то, является непосредственной этой самой молекулой и, соответственно, передает ту самую информацию. Поэтому таким вот эффектом всех наших вот этих исследований, которые были проведены, заключается в том, что толерогенный эффект опухоли, он реализуется не только, собственно говоря, а самую опухоль, он реализуется той системой, которая она создается. Пролонгированность этого эффекта, она может быть достаточно длительной и после, собственно говоря, самой операции, после терапии, потому что, опять-таки, и операция, и та же химиотерапия, в частности, она будет способствовать, ну, скажем, каким-то ингибирующим влиянием на иммунную систему, и тем самым, соответственно, та недостаточность, которая была сформирована уже в этой иммунной системе самой опухоли, она будет также еще дальше провангироваться. То есть длительность этого воздействия опухоли, она может быть достаточно длительной. Фенотип, таким образом, и функция, соответственно, дендритных клеток будет зависеть от состояния моноцитов, от степени дифференцировки, и сегодня тоже уже про это говорилось, и таким образом также будет зависеть от тех ингибирующих клеток каких-то гуморальных факторов, которые в этой иммунной системе, соответственно, реализуются. У нас достаточно большой комплексный коллектив, этот слайд как раз у нас уже Александр Геннадьевич показывал, я у него, собственно говоря, его и взял, которые представлены не только учеными Красноярска, но в том числе и Санкт-Петербурга. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы? Татьяна Леонидовна. Значит ли это, что результаты вашей работы показывают, что для дифференцировки дендритных клеток преимущественно лучше использовать костномозговые предшественники для дифференцировки дендритных клеток? Преимущественно лучше использовать костномозговые предшественники в СИИ-34. Ну, то есть там, где воздействие с вашей точки зрения будет еще минимальным? Да. Возможно. Но мы вообще на самом деле пошли другим путем. Соответственно, то есть мы считаем, что обязательно, соответственно, и это, естественно, нужно оценивать какой-то фенотип и функциональную активность после получения самих дендритных клеток, и, возможно, дополнительно еще проводить воздействие, ну, в частности, мы занимаемся метаболизмом, соответственно, метаболическое воздействие на метаболизм для того, чтобы стимулировать и снижать тот эффект, который, соответственно, здесь ингибирующий будет еще на моноциты и на весь прекурсор. Спасибо. Еще вопросы? Андрей Анатольевич, правильно ли я вас понял, что CD80 может быть маркером именно толерогенных DC? Вообще, в большинстве, скажем, литературе, то есть молекулы CD80 и CD86 определяются совершенно одинаково, как костимуляторные молекулы. Вот, в частности, приведенная на слайде статья, которая их различала практически противоположно. То есть CD80 определялся как толерогенный костимуляторный сигнал, CD86 как активационный. То есть можно попробовать судить о наличии DC2 по этому маркеру? Да. Ну вот такие публикации есть, да. Спасибо. Продолжение следует...